Алексей Левадный, волонтер со стажем, в рядах добровольцев оказался два года назад. В команду вписался быстро. К поставленным задачам относится ответственно, всегда готов поддержать товарищей не только словом, но и делом. Алексей это наш добрый, хороший коллега, который никогда не откажет в помощи, всегда разрядит обстановку, если это будет необходимо, и всегда держит коллектив на позитиве. В начале пандемии Алексей собирал в наборы маски и перчатки, потом помогал с ремонтом в домах ветеранов Великой Отечественной войны. Теперь участвует в сборе и доставке гуманитарной помощи беженцам из Донбасса. Я считаю, если у меня есть какой-то ресурс, то есть я могу оказать человеку помощь, и она ему требуется, то почему бы и нет. Волонтеры – люди открытые, но истории тех, кому помогают, близко к сердцу стараются не принимать. Иначе выгорание гарантировано, впрочем, получается не всегда. Мы ездили на 9 мая к ветеранам поздравлять. Их истории действительно откладывают какой-то отпечаток. Это очень трагическая судьба – участвовать в войне. Также сложно не пропускать через себя истории беженцев из Донбасса. Отвлечься Алексею помогают встречи с друзьями, фитнес и чтение книг, а еще общение. Бок о бок с молодыми людьми трудятся серебряные волонтеры. О конфликте отцов и детей речи не идет. Здесь царит полная гармония. У нас девушки помолодели, наши девушки помолодели. И я хочу сказать, что даже я смотрю, они расцвели, потому что они общаются с молодежью. Притом у нас же, вы знаете, молодежь, она достаточно такая добрая, отзывчивая. Сегодня волонтеры привычно фасуют конфеты по пакетам. Только сладкие подарки предназначены не беженцам, а серебряным волонтерам в знак благодарности за ежедневный труд. Небольшой перерыв для церемонии вручения, а потом снова дела. Ведь волонтер всегда готов прийти на помощь. Это главный принцип добровольчества, уверен Алексей Левадный. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».